Ну вот и началось почти уже видео. Доброе утро тем, кто это смотрит, а тем, кто не смотрит. Спокойной ночи. И сегодня у нас Робокрафт. Ах да, кое-что новое тут появилось, и я не мог на это не поглядеть. Последнее время я немного подзабил на эту игру, так как стало там очень скучно. И я окончательно решил для себя, что недавнее глобальное обновление Epic Loot очень испортило игру. Потому что разработчики дали всем доступ ко всему, что есть в этой игре, и нету какой-то конечной цели. Видимо сейчас они хотят удерживать игроков только ивентами, да разными нововведениями. Вот как например недавно был так называемый ивент Armor Get Done, где на 4 дня увеличили прочность всех деталей на 50% и повысили фарм предметов в контейнерах. Вообще ни о чем мероприятие. Последнее же обновление стоит глянуть подробнее. И первое что бросается в глаза при входе в игру, аватар. Да, теперь у всех игроков будут над роботом картинки в бою. Еще эти аватары будут трепить в списке игроков при загрузке и в статистике после боя. Изображение для аватара можно выбрать одно из стандартных, или же загрузить свою, если у вас есть премиум аккаунт. Кстати во взвод теперь можно собирать до 5 человек. Четвертое и пятое место во взводе доступны с премиум аккаунтом. Ну и наконец-то новая карта, Пирмингемская электростанция. Очень красочная по сравнению с другими. Трава, поля, ну и сама станция. Карта эта маленькая, что позволило разрабам упороться в прорисовку. Обещается взяться и за другие карты, но будет это наверное еще очень не скоро. А эта карта сделана специально для нового режима. Бывший Team Deathmatch теперь называется Ликвидация. И кстати количество предметов в контейнерах там дают не один, а целых два. Ну и плюс еще два за прем. А новый игровой режим сейчас зовется Team Deathmatch. Две команды по 5 человек в каждой. Мочат друг друга до определенного количества фрагов. Тут если убили, почти сразу возрождаешься. Побеждает та команда, которая быстрее набьет нужное количество фрагов. А если за 10 минут ни одна из команд не наубивает столько, сколько необходимо, то победят те, у кого будет больше фрагов. А если и время вышло, и количество фрагов одинаково, то победа будет у той команды, которая первая совершит убийство после истечения времени. И в этом режиме контейнеры содержат целых 3 предмета. И еще 3 за прем. Ничего такого сверх необычного в новом режиме нету, но играется довольно бодро. По-хорошему бы тут играть своей командой в 5 человек, да с голосовой связью, работать по одной цели, чтобы быстрее набивать фраги. Ну и одному неплохо играется. Наконец-то хоть что-то новое, и появился интерес к игре еще на несколько дней. Посмотрим, что будет дальше. А я закончу на этом. Играйте в Robocraft, и никогда не забывайте поставить лайк. Всем спасибо. Заходите еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова